С 1 июля в Украине официально действует рынок земли. Пока что приобретать участки могут только физические лица и не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года такое право получат и юрлица с ограничением до 10 тысяч гектаров. А вот иностранцы до проведения соответствующего референдума покупать украинскую землю не смогут. Также им запрещено приобретать корпоративные права в украинских компаниях, уже владеющих землей. Эксперты в этой ситуации отмечают риск оформления земли на подставных лиц и де-факто концентрации больших участков в руках местного олигархата с последующей перепродажей иностранному капиталу, когда через референдум узаконят эту норму. Доступ иностранных граждан или иностранного капитала, он сделан исключительно для того, чтобы сейчас местные, скажем так, нуариши распределили эту землю, разобрали ее, а потом просто они с определенной маржой ее, по сути дела, и передадут каким-то арабским шейхам, либо, допустим, инвесторам из Европы или Соединенных Штатов с определенной выгодой для себя. Так все и произойдет. Скорее всего, когда они как раз и будут готовы, тогда произойдут изменения в закон о доступе, условно говоря, иностранного капитала на наш рынок. Сторонники закона, в свою очередь, отмечают, что схема с участием подставных лиц не будет эффективно работать вне зависимости от того, кто попытается стать реальным владельцем земли. Ведь механизмов принуждения обладателя права собственности на нее не так уж много, даже незаконных. В то же время монополизация в отечественном сельхозсекторе сформировалась и без рынка, а закон, по мнению его сторонников, расширяет права собственников паев. На момент запуска рынка 1 июля у нас было три крупных агрохолдинга, которые обрабатывали, каждый обрабатывал более 500 тысяч гектаров. То есть что происходило? Де-факто рынок земли существовал, а до июля его не могли оформить. Сейчас что произойдет? Очень много тех, кто владели паями, они получат право просто эту землю реализовать. Потому что на сегодняшний день, пока не работал рынок земли, по сути арендаторы были ее хозяевами и не доплачивали реальные деньги вот этим владельцам рынка земли. Эксперты, поддерживающие открытие рынка, уверяют, что украинский крупный капитал в первую очередь против этого закона. Их оппоненты, наоборот, считают, что документ принимался под местный олигархат и критикуют норму про недопуск на рынок нерезидентов. Закон, который приняли по земле, это закон, который лоббировали Коломойские. И, в общем-то, это главное, почему Зеленского сделали президентом, чтобы он протащил такой закон, который не позволяет иностранным инвесторам, институциональным зайти в Украину, составить конкуренцию украинским олигархам и, соответственно, принести в сельское хозяйство новейшие европейские, американские технологии. На данный момент сделок купли-продажи земли зафиксировано не так уж и много. Юристы связывают это с тем, что они могут быть признаны недействительными. Данный закон, уже вступивший в силу, оспаривается в конституционном суде. И я подозреваю, что именно поэтому так, скажем так, осторожно проходят сделки. Потому что в случае, если конституционный суд признает его неконституционным, тогда придется возвращать все в первоначальное состояние. То есть это вопросы рисков. Так выглядит ситуация сейчас. Ну а кто прав, скептики или оптимисты, станет понятно спустя определенное время, когда общественный резонанс чуть утихнет и заработает рынок. Либо цивилизованный, либо коррупционно-схематозный. Константин Гречан и Герасим Олесенков, телеканал Репортер.